Всем добра, демоны. Пришло время высказаться про Литл Хоуп. Пока не про игру в целом, а про баги и глюки, которые встречаются. И вроде бы, какие могут быть претензии, если вся игра это один большой глюк чувака, долбанувшегося головой во время аварии. Но примем все это за реальную действительность и будем разбирать ошибки, которые как будто происходят в нашем реальном мире. И первый же вопрос. Литл Хоуп официально был закрыт 47 лет назад. Сначала закрылась местная фабрика, а потом свалили из города и все жители. Вы о нем слышали, Литл Хоуп? Нет. Школа закрыта, дома заколочены, а фонари по всему городу горят. Очень сомнительный момент. В городе будут люди, телефон, что-нибудь. Больно признавать, но он прав. Кроме долбаного города нам больше некуда идти. Вот и договорились. Хотя, что такое 47 лет? Вон в «Мэн оф Медан» на корабле все лампочки херачат вовсю, хотя через 80 лет и бензин, и любая другая соляра должны были превратиться в водичку. А ничего, горят. Но тут можно списать все не на глюки водителя автобуса, а на туристов. Местное турагентство закрылось. Однако любители экстрима перли в городок, чтобы поползать по местным пещерам под названием «Пать Хобба». Именно во время подобного путешествия молодая пара, Рэйчел и Эрик Кинг, если их помните, после остановки в придорожной закусочной попала в автомобильную аварию. Лови! Оу! Пахнет... жареным. Мы сейчас в жопе мира. Чего ты ждал? Ананасов в шампанском? Что не лучший выбор для Медового месяца? Я помню, кто-то говорил, что хочет заняться альпинизмом. Альпинизм меня... расслабляет. А теперь ноги свои убрал, деревня. Вреди-то главное я стреку, а оттену. Поддержка ждет сигнала. После этой встречи с грузовиком, Эрик потерял свою правую ногу. Так что спишем этот факт на туристов. Но дальше уже отмазываться не получится. Не уверена, что это хорошая идея. Компания пострадавших приходит в бар. А что делать в баре? Бухать. Я Винс. Мне б зеркало. Интересно, есть тут хоть одно непокрытое вековое... Тут поможет выпивка. Я бы не отказался. И играть в дартс. Джон оказался на удивление сильным игроком. Бросал как на чемпионате мира. Сыграем немного, а потом подумаем, как отсюда выбраться. Давайте большой дабл или... Я не новичок, Дэниел. Целюсь в дабл-двадцатку. Сначала в удвоение двадцати для разминки. Ладно, что-то вы можете. Ну еще бы. Теперь утроение двадцатки. Потом даже в утроение. Очень сложный бросок для неподготовленного. После такой ночи это почти олимпийский рекорд. На олимпийский в дартс не играют. Ну и вишенка на торте, дротик в яблочко. Офигенный бросок. Итого, за три броска профессор набрал 150 очков. Очень неплохо. Но что мы видим спустя пару минут, когда компания уже ушла из бара? Винс подходит к доске и вынимает все три дротика из центра круга. Тоже, конечно, 150 очков. Но бросить все три дротика в центр практически нереально, потому что они там просто не поместятся и будут мешать друг другу. Не играми едиными жив человек. Вернемся в реальность и обратимся к разуму. Например, в прологе Энтони предлагает Танис лезть по трубе. Но балкон находится на высоте метров двух, максимум двух с половиной. Мне кажется, что разумнее во время пожара было просто повиснуть на руках и спрыгнуть. Неразумные действия, печальные последствия. Очень удивило еще несколько моментов. Эми в одном из видений из прошлого говорит. А ничего, что уже пять минут кто-то долбит в дверь и требует открытию. Анжела каким-то макаром не заметила огромную дыру в мосту и чуть не свалилась в нее. Хотя место ярко освещено фонарями и бабушка пока что в очках. Но орнул я все-таки с Дэниела. Он находит нож и говорит. А через минуту задает уникальнейший по своей тупости вопрос. На, возьми. А зачем? Для самозащиты, придурок. Дэниела разработчики, видимо, вообще не любили и старались выставить его полным идиотом. Когда компания прячется в церкви, на них нападает один из демонов. И куда надо бежать, когда кто-то разбивает окно в доме, где ты прячешься? Правильно, в ближайшую дверь, которая находится в метре от этого окна. Зато Джон показал чудеса спринта. Если где-то хоть намек на опасность, профессор, который постоянно стонет и страдает от одышки, может дать такого стрякача, что за ним и молодые не угонятся. Дайте отдохнуть. Вот он спасает Тейлор от демона. Вся троица убегает с поляны, но профессор таки обогнал молодежь метров на 20-30. Эндрю и Тейлор только добежали до забора, а Джон не только уже тут, но и успел отдышаться. В этой же сцене есть небольшой баг от разработчиков. Если демон убивает Дэниела, то в конце сцены мы можем заметить его целым и невредимым. Он будет сидеть на краю поляны и любоваться, как демоны издеваются над его девушкой. Некоторые моменты тянутся на протяжении всех игр от Supermassive Games. Они все никак не научатся делать нормальные бокалы. Помните бокалы в Devil In Me, которые жили своей отдельной жизнью? В Little Hope Куратор пил еще из пустого бокала. Я считаю, что это прогресс. И телепорта не смогли победить. В Man of Medan Конрад мог ускоряться наподобие флэша. Та же способность есть и у Эндрю. В последующих играх я подобного не наблюдал. Но есть и регресс. Я уже рассказывал, как меня бесят моменты, когда хрупкие девушки с легкостью подсаживают здоровенных парней. Иногда даже одной рукой. Вот как это должно выглядеть на самом деле. Подсади. Сквачу лестницу. Могли же раньше. Видимо, сотрудник, который специализировался на анимации подсаживания, уволился. Дальше, в финале игры, в главе «Тяжелое бремя», демон может сломать дверь, если Джон не справится со своими страхами. Эндрю, вы нужны мне! Нет! Профессор! Джон! Но спустя пару секунд мы снова видим совершенно целехонькую дверь. Если это вот вообще можно назвать дверью. Очень странно ведет себя полицейский в Литл Хоуп. Во-первых, когда он перенаправлял водителя автобуса через заброшенный городок и заметил его странное поведение, ничего не предпринял. Мы направляем всех через Литл Хоуп. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довести своих пассажиров. А дальше? Даже если Винт скажет, что Энтони вооружен... Полицейский немного напряжется, но револьвер у водителя не заберет. Мне было бы интересно посмотреть сцену, как поехавший мужик простреливает нерадивому шерифу башку с заднего сидения, чтобы знал на будущее. В игре есть еще несколько мелких багов в анимациях и диалогах, но это все настолько мелко, что даже не хочется про них говорить. Так что на этом все. Как по мне, для супермассивов крайне, крайне мало. Обычно они радуют, в кавычках, всяческими багами и ляпами. Извините, что так коротко, но лайкос прожмите, если не жалко. А все найденные ляпы, про которые я не упомянул, можете написать в комментариях. Может наберем на второй выпуск. И всем добра, демоны! Субтитры создавал DimaTorzok